Где врач? Снимайте, снимайте, ребят. Вы удерживайте, вы удерживайте человека. Вы препятствуете доступу к правосудию. Вот моя повестка. Говорят, уже судья договорилась там со всеми, что она откажет в операционной жалобе, его поместят в нашу дурку, а потом быстренько вывезут в спецучреждение. Я на суд явиться хочу, нашу Камчатскую местечковую прокуратуру. С вашей системой столкнешься, любые объяснения против тебя могут обернуться. Вы сами прекрасно это знаете. То есть вообще ситуация очень странная. Получается, суд требует лечения для него, а врачи говорят, что он здоров, и как бы лечить его не нужно. Чиновники, менты – это рассадники коронавируса. Зачем мне лишний раз заражаться? Тоже верно. Нам бы вместе жить славянам, а нас стравливают. Мы бьемся друг с другом, уничтожаем. Как бы поприличнее сказать? Ну, пускай бумага все стерпит. Вам вопросов нет. Дадите выписку – пойду с выпиской. Не дадите выписку – пойду без выписки. Мне без разницы. Пойду! Удерживали как могли, чтобы он не попал на суд. Понятное дело, что выслеживали они меня прямо от дома, потому что хлопнули вот здесь и около магазина. Когда я подходил к магазину, они тут уже стояли. Бригада отдельно стоящая, размахивает руками в красных кроссовках, которые самые секретные. Получается, что процесс решили провести без него здесь, да? Конечно, получается так. И вы его сами сюда привезли. Да. Я думаю, что не умстят данными процессами, данным таким отношением к нему. Ну, я думаю, после этого немножечко их все-таки поприжмут. Ну что, Володю из госпиталя не выпускают. В 11 часов суд отложили на 15. В 15 часов, говорят, уже судья договорилась там со всеми, что она откажет в апелляционной жалобе. Его поместят в нашу дурку, а потом быстренько вывезут в спецучреждение. Дорогие друзья, сегодня 30 июня 2020 года, время 12.50. Через 2 часа 10 минут состоится заседание апелляционного суда по поданной мною моим адвокатам в апелляционной жалобе на заведомое неправосудное решение, точнее, постановление суда, вынесенное 19 мая этого года мировому судью Кондоурову о признании меня виновным в совершении преступлений, которых я не совершил, на публикации статей, которых я не имею никакого отношения в интернете. И по произволу, по заочной экспертизе, значит, психолого-психиатрический, я помещен на предметное лечение в учреждение закрытого типа, то есть, ну, по-русски говоря, в тюрьму. Дело в том, что вот уже через 2 часа суд, а меня, сейчас я нахожусь во воровском госпитале, потому что психоневрологический спасер, как сейчас отказался меня принимать, сделал, значит, 16 июня этого года заключение врачей, что я абсолютно психически здоров. Ну, так оно и есть. Вот поэтому для того, чтобы меня не выпускать на свободу, меня отправили, как якобы с подозрением на коронавирусную инфекцию, отправили в морской госпиталь. Здесь меня держат в закрытой палате, здесь на ключ закрытая палата, рядом пост-ограна полиции, никого ко мне не допускают, это, собственно, и мобильный телефон, я чудом раздобыл. Вот, и сейчас все делается для того, то есть, чистый воды сговор суда, значит, полиции, которая выставила своего охрану, и руководство здешнего, значит, группировки войск и сил, которая давала команду, ну, я думаю, это командующий группировки Удашева дал команду начальнику военно-морского госпиталя Толктионову, чтобы меня держать под запором, значит, и дем выпускать, чтобы я не мог участвовать в судебном заседании, которое будет через два часа. Значит, обращаю внимание всех, что я на суд явиться хочу, я стремлюсь к этому, но ввиду тотальной коррупции в органах власти, значит, Камчатского края, сговоре, значит, военных властей, полицейских властей, судов, при полном, прокуратура, которая тоже в сговоре, потому что бездействует, ничего не делает, все заявления о том, что пост охрана выставления закона, они игнорируются, они препятствуют моему доступу к правосудию, превышают должностные полномочия. Зачем это надо? Ну, не явился, значит, не явился, значит, типа, не очень надо, значит, постановление суда ему устраивает, хотя это, конечно же, не так. Значит, уже моим законным представителям ходят и все необходимые жалобы, но этого мало. Информация до самого широкого распространения, значит, объявляю всем, в стране началось, значит, давление на оппозиционеров с помощью карательной психиатрии, когда человека признают умалишенным, а потом препятствуют всякими возможными способами, его возможность и в судах, и приным способом восстановить свою репутацию, свое доброе имя и отменить заведомо неправосудные решения судов, которые выносятся. В данном случае вынесены 19-го права, моя ко мне. Но имейте в виду, что Суманин, конечно же, не сдается, Суманин будет драться до последнего патрона. Такие люди, как я, никогда не сдаются. Просто прошу принять все возможные меры до самого широкого распространения. Ну и, соответственно, нам надо сделать видеоролик, следить прокуратуру местную, нашу Камчатскую местечковую прокуратуру, вот, с тем, чтобы все-таки задать этому самому несчастному его прокурору Чербакову, но сознательному прокурору, неудобные вопросы, которые пора давно было задать. Всем удачи, всем счастья, борьба продолжается. Всего доброго. У вас вытяжка, чтобы вы здоровы, где? Есть. Давайте, покажите. Пойдемте, вы мне сейчас покажите. А почему вам я должен покажить? Вы что такой, чтобы я у меня должен что-то покажать? Я сотрудник полиции, здесь охраняю общественный порядок. Ну, охраняйте его дальше, не без меня. Этот, причем, ваш общественный порядок, и я, хоть нам в другую мере. Если мне есть, я еще нахожусь, поставлю. Ну, вы же сказали, я задал вопрос. Вы здесь меня-то? Нет, я охраняю общественный порядок. Не надо, зачем я пошел? Я охраняю всех граждан, которые находятся в положении коронавируса. Нет, я не болен коронавирусом. Только у вас есть выписка? Есть. Где она? Так, пойдемте, я упал. Пойдемте. Вам вопросов нет. Дадите выписку, пойду с выпиской. Не дадите выписку, пойду без выписки. Мне без разницы. Ну, значит, ждем еще минут пять. Я только что знакомилась с материалами дела. Я только что знакомилась с материалами дела. Там было сказано, что полиция должна доставить в КПНД. Доставили и выписали. У нас есть документ о том, что он выписан. Здесь тоже, сегодняшним числом его выписали. Каким образом вы собираетесь? У человека суд в три часа. Каким образом вы собираетесь? Давайте, помните, не ждите врача. Где врач? Где? Снимайте, снимайте, ребят. Вы удерживаете, вы удерживаете человека. Вы препятствуете доступ к правосудию. Вот моя повестка. Я Шуманин Владимир Юрьевич. 15 часов сегодня у меня в суд. Судебное заседание. Пошли здесь, там мы не выйдем. Да, пошли тут. Погай, да, сюда. Пойду. Погай, да, сюда. Это на ваши все. Знакомились, блядь. Быстро, быстро, быстро в машину, быстро. Быстро, Юрич, Юрич. Быстро, быстро. Поехали к суду. Народ, мы сейчас едем в суд. Владимира Юрьевича удерживали как могли, чтобы он не попал на суд. Сейчас, скорее всего, возле суда будет огромное количество ментов. Мы хотим, чтобы Владимир Юрьевич попал на суд. Пожалуйста, помогите. Подъехала карета скорой помощи. Врача внутрь не пускают. Бригада отдельно стоящая размахивает руками. Руководили заездом скорой. Долгое время выглядывали из машины. Вот эти трое. И четвертый. В красных кроссовках, который самый секретный. За ними уазик серый стоит. Рассредоточились по территории. Пока так. На улице дождик долгожданный. Приехала ГАИ. На сопровождение. Скорее всего. Еще один уазик подъехал. К воротам. О, а что так лет? 10.70. Добрый вечер, дорогие друзья. Нахожусь я у здания городского суда. Петропавловско-Камчатского городского суда. Здесь сегодня с 11 часов идет процесс по Владимиру Юрьевичу Шуманину. Сейчас уже 20 часов 05 минут. То есть идет процесс больше 8 часов с небольшими перерывами. Стоит несколько машин от ДПС. Здесь стоит возле того выезда дальнего. Стоят машины с сотрудниками полиции. Которые машины без опознавательных знаков. Вон, допустим, серый УАЗ. Тот стоит, сидят в штатском некоторых машинах. Тоже сотрудники. Также сотрудников центра Э. Видел недавно. Также здесь находятся люди, которые поддерживали своим присутствием данный процесс. Там тоже 2 человека находятся. Вы с которого часа здесь? С 11? С 3. С 15? С 11 мы стояли там. Ага. С полу-19 от госпиталя. А во сколько отсюда его привезли? К Дум. А, к Дум привезли все-таки, да? У второго дергали они. То есть процесс все-таки начался в 15 часов, да? Получается, я сказал, в 11. Получается, в 15 часов. Это сейчас до сих пор 5 часов он идет, да? Везли сами сюда. Кто вез? Не знаю. Кто вез сам? Здесь пересадка машин. У машины была. Трокировка. Не понял, кого везли сами-то вы? Шимаина. А, в смысле, вы везли сами-то сами? Да, вот он где, потом я везу. А, да, почему его не полицейские сюда оставляли? Его же не пустили. Его там начали задерживать на проходной. То есть, не понял, получается, не хотели, чтобы сюда приехал полицейский? Чтобы он не приехал. Полицейский не хотели, чтобы сюда приехал на процесс, получается? Ого, интересно. С задеждой перелезли под забором и бегом в машину и ходом. То есть, получается, это мне просто интересный момент, я его немножко не понял. Получается, что процесс решили провести без него здесь, да? Скорее всего, получается так. И вы его сами сюда привезли? Да. С пересадкой, чтобы они задержали на разных машинах. Чтобы у нас, если которая машина вывозила, потом он пересел в другую машину. И, чтобы, если ду будет останавливать, это спокойно прошло. То есть, получается, значит, они хотели сегодня провести судебный процесс по Шумаину, без него самого. Это трудно сказать. Но, судя по всему, раз они его не выпускали. Мы же так думали, у нас уже была половина. Да. И сложно было уже двигать. Мы сюда приехали за 10 минут. До процесса, да? Понял. Теперь в процессе, благодаря вам, и сам Шуманин находится, и Надежда Викторовна. И адвокат. И адвокат. Ну, очень даже хорошо. Ну, теперь ждем решения апелляционной жалобы. В 14.05 были выданы ему документы. В 14.05. Была команда... То есть, он был как бы выписан, получается, из военного госпиталя. Была команда закрыть двери на замок. Стянулась охрана. Четыре работника полиции. Кажись, четыре или три было. Догоняли его. Не то, что догоняли, но препятствовали. Не давали ему уйти за военного госпиталя. Не давали. А чем они обосновывали? Ведь если его выписали, то, пожалуйста, иди на все четыре стороны. Через проходной, тем более, не пустили. Он под забором пролез. Серьезно? Под забором прям пролезли? С подворотами прошел. Вот из этого военного ковидного госпиталя, да? Из этого госпиталя есть. Ага. Хорошо. Ну что же, дорогие друзья, вы видите, какая ситуация. Оказывается, не хотели даже на процесс Владимира Ильича пригласить. То есть, его опять хотели судить без него самого, как это было в Белостоке, как это было здесь тоже, в мировом суде. А я напомню, из-за чего все это происходит. Владимир Ильич Шуманин, он на самом деле не только, скажем так, известен своими громкими заявлениями в отношении губернатора, но он очень часто высказывался конкретно против определенных должностных лиц в полиции, в судах, в прокуратуре. В частности, очень жестко высказывался он про заместителя начальника МВД бывшего Завьялова и зама по тылу, по-моему, Воронцова. Очень жестко высказывался он в отношении Князева, прокурора бывшего Камчатского края. Очень жестко высказывался он в отношении Волгина, председателя Краевого суда. Я думаю, что именно эти люди, так называемый генеральский клуб, они входят в генеральский клуб, а, кстати, против Липала, также начальника Следственного комитета, я думаю, что они умстят данными процессами, данным таким отношением. Ну, будем ждать окончания суда. Я думаю, сегодня будет внесено определение по апелляционной жалобе. Мы узнаем с вами, что решит судья Меллер. Слушаю вас. Я знаю, кто вы. Не надо мое удостоверение снимать. Почему не надо? Да, вот поставляют, видите. Вы мой паспорт в прошлый раз снимали. Хорошо. Вам можно? Можно ваши документы? Удостоверение? Вы знаете, кто я? Там у сотрудников полиции города, у вас есть пару вопросов, необходимо им пройти, они вам их зададут. Ну, необходимо, пусть подходят, они мне не нужны. Пройдемте, пожалуйста, к сотрудникам полиции, вот, буквально 5 метров, там стоишь от Литвинов, то под тем же самым вопросом. И потом вернётесь обратно. Пойдёмте. Ну что, протокол составляет? За прошлые грехи. За прошлые? За Шамсу. А, за Шамсу. Шумаян пожаловался. Шумаян пожаловался. Всё, вы свободны, Шумаян. Дмитрий Борисович. Я. 09.06.2020 года был зарегистрирован материал проверки в ОПН номер 1 по факту совершения вами административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 20.6.1. Вы не представились? Зовут меня Бочков Александр Юрьевич, отдел полиции номер 1. Сараблов Дмитрий Борисович. Вы с административным материалом будете знакомиться? Нет. Меня не интересует. Подписывать административные материалы будете? Нет. Копию получать будете? Нет. Меня не интересует эта тема. То есть, знакомиться ничего не хотите? У нас есть адвокат, он разберётся. Хорошо. Грамотный человек. Против себя ничего подписывать не буду. С вашей системой столкнёшься, любые объяснения против тебя могут обернуться. Вы сами прекрасно это знаете. Есть специально обученные люди. Вы боретесь с нами, они борются с вами. К сожалению. Нам бы вместе жить, славянам. А нас стравливают. И мы бьёмся друг с другом, уничтожаем. К сожалению, так. То есть вы копию тоже получать не будете? Нет, мне это не интересует. Всё, спасибо. Всего доброго. До свидания. Машина судебных приставов приехала. С водителем поговорили. Это машина именно другого. Нашего. Судья отклоняет все ходатайства. Завтра она уходит в отпуск. Она гонит вообще просто, дико и жутко. Сейчас вот она удалилась, напишет, наверное, постановление о помещении Юрича в КПНД. Больше всего, конечно, меня беспокоит то, что с ним там в психушке два мента прямо вот в его палате. Естественно, они будут его провоцировать. Я так понимаю, что это тот самый Малтановый, Владимир Николаевич. В этом не был запрошен, или? На запрошенном процессе я постановила сказать, что в КПНД было доставлено возможность задать интересующие их вопросы. Так, решение будет вынесено в 20 часов 15 минут. Мы пока сидим. Тут полный суд полиции. Мы сейчас находимся в суде. Вокруг суда машин 12. Полицейские, ДПСы. Там все, кого только можно. Здесь Курденков и компания. Прямо в здании. Возле крылья. Ну, вот и выходит Надежда Викторовна. Адвокат Самоделкин вышел. Владимира Юрьевича поместили сейчас скорую помощь медицинскую. Народу много. Прямо как будто бы тут что-то страшное. Здравствуйте, Олег Владимирович, в очередной раз. Ну, расскажите, что значит за поделение сегодня было вынесено по апелляционной жалобе? Ну, судья апелляционной инстанции вынесло решение об оставлении постановления мирового суда без изменений. То есть, таким образом, вступило в силу постановление, вынесенное судей Кондоуровой о принудительном лечении Владимира Юрьевича, о том, что он освобожден от уголовной ответственности. Ну, я полагаю, как говорится, это все было сделано и необоснованно точно так же, как и первое решение суда первой инстанции. Поэтому, я полагаю, дальше, как говорится, нужно, как говорится, работать с этим вопросом. Будет конституционная инстанция, я полагаю, что это вообще, кажется, никуда не годится. То есть, они не приняли во внимание, очную экспертизу, я так понимаю, не приняли вообще его внимание, да? Нет, мы предложили провести экспертизу, которая бы устранила противоречия между тем, комиссией врачей-психиатров из Москвы, и та заочная экспертиза, которая была проведена в Камчатском психоневрологическом экспертизе, группа врачей. Так сейчас, в настоящее время, выявляются такие моменты, что 16 июня был проведен консилиум из врачей-психиатров, того же Камчатского психоневрологического диспансера, которые признали, что Шуманин не страдает психиатрическим расстройством. А справку они выдали по этому поводу? Справку они об этом не выдали. Они всячески уклоняются от этих вещей. В общем, по сути говоря, это судьбоносное решение. Это рабочие, так скажем, врачи, которые занимаются действительно лечением. Это врач, заведующая мужским вторым отделением Боровикова, это же Инозипова, и третий еще врач тоже есть. То есть, они не признали Шуманин вообще больным и отправили его поэтому в ковидный диспансер военный, я так понимаю, да? Ну, может быть, и поэтому, фактически сейчас он в настоящее время снова туда вернется. То есть, в тот момент, он уже теперь откалкивается, поскольку камчатские психиатры до 16-го дня они проявили еще вообще не видели. То есть, вообще ситуация очень странная. Получается, суд требует лечения для него, а врачи говорят, что он здоров, и как бы лечить его не нужно. То есть, если будет заведомо установлено, что они отправили лечиться человека, который психическим заболеванием не страдает, это ответственность вплоть до уголовной. То есть, на себя такие вещи они, видимо, решили не брать. И, соответственно говоря, вот это вот противоречие явно вырисовалось. То есть, фактически сейчас по поставлению суда Владимира Юрьевича должны лечить от того, от чего, чем Владимир Юрьевич не страдает такое заболевание психиатрическое. Очень интересная ситуация. То есть, когда они видели только материалы, бумажки, они, видимо, пришли к такому мнению, когда они посмотрели вживую на, как лица, на суммарину, они решили, что психически здорово. Но бумажки составляют люди, это документы. Все дело переполнено документами сомнительного смысла. То есть, фактически, многие ничем не подтверждены, ну, как я и раньше говорил. Поэтому мы находимся еще, как бы сказать, борьба тут. Борьба продолжается. Хорошо, спасибо большое, Владимир Юрьевич, спасибо за интервью, всего хорошего вам. Дорогие друзья, вот еще одна ситуация. Сегодня тоже все это происходит. Двух гостей, журналистов из Екатеринбурга, Евгения Нисимова, Евгения Русских, задержали полицейские возле магазина «Домик в деревне» на Мишеной. Здесь недалеко они находятся и здесь недалеко они остановились у нас в гостях. Евгений Нисимов сейчас начал снимать с их на видео, фотографировали, да, в том числе господина Петухова с камерой, Курденкова в машине сидящего, да, там в зеленом джипе. Он на своем джипе аж приехал, чтобы журналистов повинтить приезжих. Запрятался. Да, ну, судя по всему, как я понял, мы писывают протоколы за нарушение режима самоизоляции. Евгений Нисимов вышел в магазин, а мы как раз к нему приехали в гости, и с Евгением Русских долго там сидели ждали, где-то полчаса, никак он не мог прийти. Но мы думаем, что-то не то, наверное, происходит. Решили пойти до магазина, и точно, в магазина увидели УАЗик полицейский, потом УАЗИ Курденкова зеленая. Ну, и выяснилось, что Евгения Нисимова задержали. Вот сейчас Евгений Нисимов начал уже снимать все тоже на видеокамеру, на телефон. Я думаю, что будет тоже интересный репортаж впоследствии. Поднакалили что-то их. Ну, да. Ну, на самом деле, конечно, это очень глупо. Я не знаю, но наши сотрудники Центра Э, это действительно какие-то, блин, чудаки. Я не хочу сказать ничего плохого против всех полицейских в Камчатском крае. Я даже сегодня подтвержу, что когда меня остановили ДПСники, понятно, что их тоже сотрудники Центра Э к этому как-то смотивировали, приказали, наверное, и видно было, что сотрудники ДПС-то не особо там и хотят ковыряться в моих документах, там, хотят сделать замечания по определенным моментам. Но сам факт, сам факт, что сотрудники Центра Э вместо того, чтобы действительно гоняться за преступниками, экстремистами, террористами, они борются с оппозицией, с инакомыслием, с журналистами независимыми, приезжающими на Камчатку, журналистами местными камчатскими. Ну вот, как это назвать, кроме как некая царская охранка, наверное, по-другому не назовешь. Абсолютно структура дармоедская, которая вместо борьбы с преступностью борется с народом фактически. Дорогие друзья, удивительная ситуация, вот, уникальная. Наши камчатские эшники просто исполняют чудеса. Двух журналистов, которые прилетели на Камчатку, с телеканала Крик ТВ, они сейчас задержали и выписывают протоколы на месте, составляют. Вот, за что составляют, непонятно. Сейчас мы спросим. Вот стоит Евгений Анисимов, он все снимает на видеокамеру. Стоит Евгений Русский. Евгений, за что тебя задержали, скажи, пожалуйста. А, типа, нарушение режима самоизоляции, распоряжение губернатора. Ага, и выписали протокол уже? Да. И держали тебя все это время, пока мы сюда вот не пришли, тебя не нашли? Ты долго здесь садил, у них в машине? Я в машине у них не сидел. А, не сидел, здесь держали, да? Я в машине у них не в машину садиться. Чиновники, менты, это рассадники коронавируса. Зачем мне лишний раз заражаться? Тоже верно. Ну, вот, тут все, я так понимаю, фиксируется. А Евгений Русский тоже, что ли, протоколирует? Или только тебя? А, и его тоже. Тоже протокол выписывают? Да, но я отказался брать копию протокола и расписываться в нем. Ага, почему? А, зачем? Мне это особо неинтересно, есть статья 47 закона о СМИ, которая, в которой все написано. Ага, понял. Ну, здесь у нас, как обычно, все те же люди. Наши знакомые, майор Петухов. Там подполковник Уленков сидит в своей машине в зеленой, в джипе. Подполковник занимается нарушением самоизоляции. Просто не будет, что надо. Да. Свободу передвижения полного? Да, свободу полного передвижения. И журналисты даже во время военных действий, конечно. Даже во время военных действий, даже в горячих точках. Согласно того, что даже посмотреть любые новостные репортажи, сотрудники различных телеканалов работают в горячих точках. Конечно, конечно. Им, наоборот, помогают, им оказываются действия, но здесь вот так. Но сотрудники обычных телеканалов, наверное, не говорят, как плохо живется в том или ином регионе. Почему они говорят? Тоже говорят, еще они помогают. Говорят, другие расследования центральных каналов. Я понял. А вы писали уже какие-то объяснения на протокол или нет? Я отказался писать объяснение. Единственное, что тут отдельное объяснение по поводу прокуратуры. Я написал, что мы находили средства защиты и нас социальную дистанцию соблюдали. Вот и все. Но вы в любом случае, если будете писать, вы пишите, что никакие законы вы Российской Федерации не нарушали? Да, не... Так нет, пускай в суде это все будет, так что. Ну да. Александр, да, я поясню. Здесь постановление местного в Рио губернатора составлено действительно с ошибками, даже элементарными орфографическими, насколько я читал его в официальном источнице. Они переписывали несказаться. И противоречит сразу несказанным федеральным законам, как наши юристы уже выяснили. Мы его проанализировали в редакции. Юристы его проанализировали. Но так как вердикт юристов таков, так как постановление губернатора куда ниже в иерархии, чем в федеральном законе. Ну да и еслиоров, поэтому естественно, применяется норма федерального закона. Все то, что не озвучено по линиям, постановления губернатора, да, все то что него противоречит федералему закону, применяется но и федеральный закон, это элементарно. Да, я знаю прекрасно. Я тоже изучал по линиям, киевые губернаторы. Они даже и вносили поправки туда не правильно, не грамотно. Обычно, когда вносится поправка, ну соответственно, пишется, что поправка к к какому же... Да, с орфических ошибками написано, поэтому мы немножко форжали над этим. Ну, как бы… Ну, уровень чиновников местных. Да, уровень Камчатского края чиновников, да, юридического отдела. Это все еще от Алюхина, видимо, ему досталось на следствие. Ясно. Ну что ж, наверное, мы будем репортаж заканчивать. Я думаю, что все-таки вас со стороны протокола отпустят, и мы не придется нам тут как бы объявлять какой-то пикет, митинг или что-то еще на месте и кричать свободу журналистам. Приезжим. Я думаю, что отделы, он там подполковник Курденков активно переговорится по телефону, наверное, вызывает взвод спецназа уже сюда на помощь или ОМОНа. Ну, подождем, подождем, пока вас отпустят. Подождем. Да. Вот здесь сотрудники полиции немножечко не в курсе, что существует закон о средствах массовой информации, который по иерархии законов главнее постановления губернатора, поэтому они пишут какие-то протоколы, пускай пишут, ну, как бы поприличнее сказать, ну, пускай бумага все стерпит. Сейчас они отчитаются, как Кенни молодцы, поймали нарушителя административного позже, после рассмотрения в суде апелляционной инстанции, конечно же, уже немножко по-другому будут разговаривать, ну, это нормальная практика для нас, так учим сотрудников полиции в разных регионах работать. Понятное дело, что выслеживали они меня прямо от дома, потому что хлопнули вот здесь и около магазина, когда я подходил к магазину, они тут уже стояли. Ну, нормально, мы уже видели, что тут есть некое управление «Э», которое работает очень непрофессионально, что аж смогли на всякий случай заснять их машину. Вот они стоят, люди известные. Да, ну, пускай стоят, получают работу, ну, зарплату, ну, я думаю, после этого немножечко их все-таки поприжмут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok